Решил пройти новый дум, но тратить почти тысячу рублей за игру в стиме нет никакой возможности? Выходом станет Ogame.ru, где можно получить эту же игру и многие другие всего за 99 рублей. И это все лицензионные ключи. Переходи по ссылке в описании и опробуй сам, как это работает. Ogame.ru Ссылка в описании. Хай, сидеть. Сидеть. Дай лапу. Отлично. А теперь самое главное, попроси, попроси, ну пожалуйста, ну хоть укуси ее, ну пожалуйста, хоть порви ее, ну хоть что-нибудь с ней сделай. Так собака доказала, что она умнее человека, который покупает пиратские игры. Как оно, ребят, не пугайтесь, сегодняшний выпуск действительно будет совместный, точнее будет сразу две игры, а именно Skyrim и Counter-Strike. Почему я решил засунуть в один выпуск сразу две игры? Дело в том, что по одной и другой игре катастрофически мало материала, а делать выпуски где-то минут по три, ну, не камильфо для меня. И поэтому я подумал, хм, а для вас же увидеть все и сразу это несомненно плюс, поэтому вот можете там поставить лодикантропа за такой вот креатив. Ах да, еще. Буквально недавно я решил сгонять на радиорынок и закупиться играми на, скажем так, следующую порцию видосиков пиратским играм. И хочу продемонстрировать свою небольшую коллекцию. Собственно, вот, тут игр, скажем так, выпусков как минимум на 10 точно. Есть даже пиратский Need for... Жесткая хрень. Ну а пока что я предлагаю начать с пиратского Скайрима, а именно Властелин колец. На главной обложке игры у нас надпись Game4Windows, а под ней Давакин. А на фоне... Я, конечно, нормально разбираюсь в лоре Властелина колец, но что вот это за статуи, я честно не могу догнать. На самом деле, я припоминаю, что это, но вот не до конца. Поэтому дополните мне в комментариях, что это на фоне Давакина. По боку у нас, кстати, очень криво наклеили Властелин колец. Но пофигу, нас интересует обратная сторона. Что же там написали пираты? В Скайрим добавлено оружие... Короче говоря, судя по всему, тут нет какого-то описания. В стиле того, что было в Скайрим Звездные войны. Да и в любой пиратской игре. Тут сразу ребята говорят. Йоу, это самый стандартный Скайрим. Тут добавили, правда, пару оружек. Ну, в принципе, все то же самое. Это я вам скажу неплохо, по крайней мере честно. Некоторые мечи продаются у Йорландов в Небесной Кузне. Ну, до туда, кстати, бежать не особенно долго после начала игры. Поэтому все проверим. Ну что, давайте тогда откроем диск, посмотрим, что внутри. А внутри какой-то картиночки нет. А сам диск вот он. И виндовским шрифтом Карим Властелин колец. Ну, ладненько, давайте запустим это. А теперь сразу плюсы и минусы. Плюсы. Игра запустилась без каких-либо багов. Минусы. Зайдя в файл игры, я понял то, что модов колоссально мало. Некоторые из них даже не относятся к Властелину колец. Но вспомнил, что там все равно добавили только оружие. Я подумал, ну, может быть, действительно так и должно быть. И после этой мысли я успокоился и запустил игру. Конечно, все шло очень стандартно. От начала истории до момента настройки персонажа. А вот почему я говорю про настройку персонажа? Потому что именно там появляются отличия между оригинальной частью. И мы видим первые признаки мода. Здесь появляются назгулы. Как ударение правильно ставить? На назгул или назгул? Мне кажется, все чуваки спорят на эту тему. Я буду для этого ролика называть назгул. Возможно, это неправильно по ударению, но... Ладно. Так вот, они тут есть в игре. Кто не знает, это вот такие клевые мужички. В первой части они лично меня неимоверно пугали. Так вот, здесь они тоже есть. И за них именно вы играете. Ну вот, я настраиваю персонажа. На самом деле, тут сложно как-то его изменить. Или потому что, ну, там нечего изменять. Нас, конечно, гонят на плаху. А затем мы убегаем по старой доброй традиции. Бежим, бежим, убиваем, деремся. Впоследствии слышим, как наш персонаж говорит что-то на своем языке. Выбравшись из пещеры, я погнал в ближайшие кузницы. Чтобы проверить, какие здесь есть вообще оружие. И могу ли я что-нибудь себе сковать. Пригнал кузницы, и там было только орочее оружие. Только орочее. Какого-то лука Леголаса, о котором здесь написано, нет. Я даже предположил, что, возможно, с луком Леголаса ходят охотники. И поэтому убил первого встречного охотника. Чтобы посмотреть, может быть, вот его лук, это лук Леголаса, хотел забрать. Нет, хрен там. Но вы, конечно, подумали. Йоу, ты должен сгонять в небесную кузницу. Я туда и погнал. Оказалось, вот там тоже самое. Может быть, я что-то не то сделал. Может быть, я что-то не по плану пиратов замутил. Но если даже зайти в файлы игры и посмотреть, какие моды установлены. Действительно, кроме Назгула и именно вот этого орочего оружия, здесь как бы больше ничего не имеется. И на самом деле это грустно. Я прогуглил, типа, какие есть моды на эту игру. И смотря вот на всё это, на Братство Кольца, на Гендальфа, его вот эти... Ты не пройдёшь. Пиратам нужно было лишь только сесть и немножко побольше попариться. И диск, вот даже пиратский, выглядел бы хорошо. Кстати, о Расе, за которую мы играли. В видео он уже в плащике, классный, на дракончике. И самое важное, его вот прям все бьют, а ему посрать. Я, конечно, подумал, йоу, наверное, у меня тоже есть некий режим неуязвимости. И я действительно не умирал. Знаете почему? Потому что игра зависала. У меня был такой некий экран смерти Скайрима. Но я мог спокойно нажать Escape и загрузить игру. Вопрос, зачем тогда вообще нужно устанавливать этот диск, если с ним играть сложнее, чем с обычным. Ну, раз не знаем, давайте отложим его и возьмём кое-что поинтереснее. А именно, Counter-Strike против Half-Life 2. Это золотой альманах, антология, где у нас противопоставлены пиратский Counter-Strike и пиратский Half-Life 2. Нас, конечно же, интересует только первое. Что у нас есть на обороте? Какого-либо описания я, конечно, не вижу, зато вижу Counter-Strike Star Wars. Counter-Strike Modern Warfare 3, который у нас уже было в второй части обзора, поэтому его трогать, конечно же, не будем. И Counter-Strike Stalker. Ну и, конечно, дохера всяких вариаций по Half-Life 2, но это может быть как-нибудь на следующий выпуск, если захотите. Ну, давайте посмотрим, что у нас есть внутри. Ну, двухсторонний диск и картиночек нет. А если говорить про сам диск? Ну, извините меня, это халтура. На одной стороне диска действительно есть пиратский Half-Life, на котором, конечно, вроде все разложено более-менее. А вот что касается другой стороны диска, где лежит пиратский Counter-Strike, вот там все в стиле чувак. Ну, ты как бы взрослый, устанавливай сам. Короче, установил первым делом я Counter-Strike Stalker. Запустив игру, у меня сразу же затрещала на все 100% музычка из Сталкера. А еще меня очень сильно забавляет, как Сталкер Сорос не влез в главное меню. Карта здесь добавлена, ну, нормально. Запустив первую карту, я начал осматривать оружие. Ну, типа, какие оружия, на какие модельки поменяли. В принципе, да, действительно все, как было в Сталкере. Тут никаких вопросов нет. Поменяли даже прицел на снайперских винтовках. Прикольно. И звуки выстрелов тоже. Но я решил на свою голову сменить карту. И сначала побегать по ней один. Почему на это не стал бегать? Ну, потому что она самая обычная, чем-то даже напоминает Трейн. И вот, запускаю я новую карту и просто сираю. Какие-то странные звуки повсюду. Ты действительно себя ощущаешь неуютно. Конечно, вот эти все надписи, это весело. Но сама атмосфера карты мне как-то не понравилась. Поэтому я создал себе друзей и начал играть с ними. Жаль, так в жизни нельзя. Глаза в мои глаза! По моделькам вот что могу сказать. Террористы это именно Сталкер. Их стандартный костюм. А вот спецназ в вояке. В таком прям обмундировании-обмундировании. Не скажу, что это очень плохо, потому что мы сознательно брали версию Сталкер. Но как-то играть с этим я бы не стал. Еще очень сильно, конечно же, забавят это голосовые сообщения Сталкеров. Я вас клину, поймал! И другие изречения здесь вас будут ждать. Я такой уже сижу, думаю, блин, прикольно. Запишу другие карты, посмотрю, что там. Если до этого от карты я ссался, то на другой карте действительно можно было сделать какую-нибудь хоррор игру. Там даже вот такие моменты есть. Идешь такой, а тут кровь капает с потолка. Идешь, даешь, а там мужик висит на кране. А рядом его друг, который закончил жить самоубийством. Непонятные звуки, крики. Эта карта может быть для игры, но я бы на ней играть не стал. То есть мне бы сказали, поставь, пожалуйста, бомбу на планете А. И вот вместо того, чтобы идти выигрывать игру, я бы сел на респауне и просто сидел бы и не двигался. Я очень плохо переношу хоррор игру. Вы все это прекрасно знаете. Ну и последняя игра на сегодня это Counter-Strike Звездные Войны. И вот если со Сталкером меня в принципе все всем устроило, то тут... Суки, зачем так делать? Это не Counter-Strike Звездные Войны. Это просто Counter-Strike. Самый обычный, самый стандартный и всеми любимый. Единственное, что в нем изменили, это по стандарту. Немножко текстурку оружия, там добавили кровяка, перчаточки. Но я же ждал Звездные Войны, а тут такого нет. Это, конечно же, печально. Но может быть как-нибудь в другой раз куплю Counter-Strike и там будут Звездные Войны. Но не сегодня. На этом пора заканчивать. С вами был Стинт и желаю вам всего самого лучшего. Играйте в хорошие игры. А я поиграю в плохие. И, конечно же, в пиратские игры. Ну типа я не знаю, считать ли их плохими играми. Потому что это моды на хорошие игры. Что-то я хрень начал нести. Удачи. Пока. Что я сейчас сделал? Зачем я это сделал лицом? Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...